МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как уберечься от несчастных случаев зимой? Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники во время холодов? Как правильно организовать зимой работы на высоте? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Ну и зима наконец-то пришла. Зима календарная вот-вот настанет, но мы, собственно говоря, вот она с точки зрения погоды, вот это уже настоящая зима. Мы увидели сильный гололед. Это, наверное, такой вот первый сигнал. Вот в этой ситуации что делать работодателю? Что бы вы посоветовали? Работодателю прежде всего нужно отдавать себе отчет, что работа на улице в особых температурных условиях, она, в принципе, является фактором, который подразумевает активные действия стороны работодателя. То есть работодателю нужно и лишний раз напомнить работникам о том, что работа в подобных условиях требует особой внимательности. Соответственно, в инструкциях и иных локальных документах по охране труда должны быть разработаны специальные разделы или специальные документы, которые регламентируют этот процесс. В обязательном порядке следует обратить внимание на спецодежду, в которую будут одеты люди, которые большую часть своего времени находятся именно на территории, ну, на улице, так скажем. Вот в обязательном порядке. В отдельных случаях следует предусмотреть особый режим труда и отдыха работников. То есть, опять-таки, если у нас очень низкие температуры стоят на улице, и мы понимаем, что человек по специфике своей деятельности, ну, те же самые дворники, полицейские в том числе, которые у нас несут службу, иные какие-то службы, то есть, соответственно, должны быть предусмотрены какие-то помещения для обогрева в том числе, где люди могут отогреться. Потому что, опять-таки, какой бы теплой спецодежды ни была, но, опять-таки, со временем люди начнут замерзать. Соответственно, нужно эти помещения в том числе предусмотреть. — Здесь вот, ну, скажем так, что касается холодов чуть позже, а вот если говорить об вот таких экстремальных ситуациях, ну, вот, например, экстремальный гололед. Вот что делать в этой ситуации? Потому что это иногда происходит, ну, неожиданно. Мы любим шутить, что зима в очередной раз началась неожиданно. Иногда она действительно начинается неожиданно, когда вот идет ледяной дождь или идет дождь со снегом, ветер все это замораживает в первый раз, например. Или вот он, да, уже снег выпал, но, тем не менее, ледяной дождь, он создает экстремальную ситуацию. Вот что делать в этот раз работодателю? Потому что работники могут, например, ну, не всегда даже добраться до места работы. Либо если они доберутся и работали, и началось вот это, началось это погодное явление, как им обратно попасть домой? Вот эти же вопросы, они очень сложные, но они все влияют на предприятие. — Дело в том, что в настоящий момент у нас практически все вот вопросы подобного свойства, они отдаются на лодку по работодателям в плане того, что законодатель четко не регламентирует, как именно работодателю необходимо обеспечить безопасные условия от труда работников. Если раньше политика нашего законодательного ведомства была чаще всего ориентировалась на стандарты, то есть законодатель четко говорил, нужно делать так, так и так. Но учитывая, что специфика производства работ у нас на многих организациях и предприятиях меняется, появляются новые отрасли, ну, как раньше говорили, народного хозяйства. Поэтому теперь от стандартов уходят и переходят к требованиям. То есть законодатель у нас обозначает минимум того, что обязан делать работодатель. В том числе, что необходимо обеспечивать спецодежды, медосмотры, обучение и прочее. Поэтому работодатель, собственно говоря, должен сам продумывать те мероприятия, какие он, соответственно, будет реализовывать на рабочих местах своих работников. Валют у нас с вами опасен не только для представителей работников рабочей профессии, которые у нас постоянно работают на территории, но и в том числе и для офисных работников. Опять-таки, необходимо письмо какое-нибудь отнести. Ваш офисный работник тоже будет идти по этим скользким дорожкам. Поэтому все территории, которые находятся в ведении работодателя, должны либо очищаться, соответственно, до асфальта, как это у нас предписывается, правилами благоустройства, либо обрабатываться специальными противоголюдными смесями. Ну и работодатель, опять-таки, если территория это не городская, за которую у нас несут ответственность коммунальные службы, а именно территории самого работодателя, соответственно, у них должно быть продумано, кто этим вопросом будет заниматься. Нет в штате Дворника, допустим, небольшой организации, но территория какая-то есть, значит, они должны продумать, на кого возложить, соответственно, эти обязанности. При этом мы должны понимать, что, опять, дополнительное возложение этой работы, это должно быть за отдельные денежные средства, потому что это будет являться ничем иным, как расширение зоны обслуживания. Ну и, кроме того, эти различные химические реагенты, противоголюдные составы, они связаны с риском. Риском, опять, попадание в глаза, в дыхательные органы в том числе. То есть эти работники должны у нас будут пройти, соответственно, медицинский осмотр, то есть, опять-таки, что они не имеют аллергических каких-то реакций на эти составы. В обязательном порядке должны будут обеспечены спецодеждой, ну и в обязательном порядке их необходимо будет провести соответствующее обучение. Если мы говорим о тех работниках рабочей профессии, которые непосредственно работают в подобных условиях, ну, опять-таки, мы понимаем, что весь город засыпать противоголюдной смесью единомоментно, ну, какие бы у нас хорошие покладистые коммунальные службы не были, но просто это невозможно. Как это вот мы недавно столкнулись со снегопадом очень сильным, когда коммунальщики просто выехать не смогли из-за пробок, просто на дороге не смогли выехать. Такие ситуации тоже бывают, и к ним нужно относиться, собственно говоря, с пониманием. Поэтому есть у нас и другие механизмы, как обезопасить своих работников, в частности, это специализированная обувь, которая у нас имеет специальную подошву противоскользящую. Мы сами проводили эксперимент, когда, ну, практически наговый лед на каток специально его водой полили, чтобы скользкость, что называется, обеспечить еще больше, и пробовали ходить в этой, соответственно, обуви. Некоторые противоглоледные подошвы на обуви работают за счет того, что там специальная резина, которая увеличивает сцепление с поверхностью. На некоторых обуви используют специальные шипы, ну, такие специальные устройства, которые, ну, как на зимних шинах, на зимние резины, она как раз вгрызается в лед. Поэтому, опять-таки, работодатель тоже может, опять-таки, исходя из денежных средств, потому что, опять-таки, средства и данной защиты, они, надо понимать, что стоят денежных средств. Цены на рынке бывают довольно-таки и демократичные, бывают и довольно-таки большие. Вот, исходя из всех этих факторов, работодателю необходимо будет продумать, какими средствами защиты, в том числе и обувью, он будет обеспечивать своих работников. А обеспечивать в подобных условиях он должен в обязательном порядке. Обязан, то есть? В обязательном порядке. Вот если экстремальная ситуация на дороге, например, имеет право работник отказаться ехать, потому что, ну, объяснить своему работодателю, он, конечно, и он должен, по идее, понять, что вы понимаете, вот сейчас слишком большие риски, и, там, мы можем не сделать дело, но получить большие проблемы в виде, там, серьезного ДТП, вот, или отменить, имеет ли право, ну, понятно, что он-то может, на самом деле, работодатель, вот работник имеет право, например, отказаться от выезда, вот, в очень, в суперэкстремальных погодных условиях. Ну, надо сказать, что органы МЧС нас в последнее время постоянно информируют об этом, то есть работодатель сослался на то, что он не знал о том, что будут какие-то специфические погодные условия. Или повышенные риски здесь не получится. Мы всегда нашим работодателям рекомендуем, опять-таки, отходить с той точки зрения, что если у них не какие-то жизненно важные работы для города, для нуж города, для нуж страны, то рисков следует обязательно в порядке избегать. Ну, опять-таки, от коммунальных служб мы с вами, без них жить мы с вами не можем, без каких-то оперативных служб, тут уж без медицинских организаций. Ну, это понятно, очевидно, тут как бы деваться некуда, надо как бы вот... Совершенно верно. Но если уж случилась такая ситуация, что погодные условия очень ухудшились, то мы всегда рекомендуем работодателям, ну, хотя бы на некоторое время либо отсрочить начало рабочего дня, либо вообще в этот день не проводить какие-то работы, опять-таки, если это не является жизненно важными работами. Сами работники, опять-таки, если на территории города или какого-то другого территории объявлен режим ЧАЭС в том числе, да, то есть это официально объявлено, то издается специальный нормативный документ, который дает право, в том числе работникам, в том числе и работодателям, в том числе отменять эти самые работы. В этом случае работник, несомненно, имеет на то право. Если же у нас подобные обстоятельства не объявлены, то в таком случае вот не выходить на работу без уважительной причины... Не выход я даже не об не выходе, а вот он на работе, но он говорит, вот вы понимаете, ну нельзя мне сейчас ехать, вот, ну, вот вы просто посмотрите, что происходит. Ну, чаще всего такие ситуации, конечно, заканчиваются подговоренностью между работником и работодателем. Строго говоря, с законодательной точки зрения эти ситуации не регламентируются. То есть это внутреннее дело? Да, работник, опять-таки, дело в том, что у работника есть право отказаться от проведения работ, от участия в работе, опять-таки, если он считает, что данная работа может потенциально принести вред его жизни и здоровью. Он обязан... То есть повышенный риск. ...в письменной форме, да, совершенно верно, уведомить своего работодателя о том, что он считает, что условия труда несоответствующие. Проведение данного работ в данных условиях является опасным и может причинить вред его жизни и здоровью, на что работодатель должен в обязательном порядке эти условия учесть. – Вот если работник идет на работу и так сложилось, что он получил травму или идет с работы, это, скажем так, проблема работника или это все-таки еще и проблема работодателя будет? Юридическая, я имею в виду, проблема? – Ну, несчастный случай сам в себе. Проблема является... – Безусловно, для всех, да. – Да. Дело в том, что порядок... – Вот экстремальные погодные условия стало очень скользко. Человек шел с работы, к сожалению, упал. – Порядок расследований несчастных случаев у нас эмулирует как раз эту ситуацию и требует от тех лиц, которые будут расследовать данный инцидент, оценки всех возможных факторов. Для этого нам нужно знать, во-первых, это было ли это рабочее время, когда с ним произошел несчастный случай. Если это было у нас рабочее время, когда происходит несчастный случай, то мы его расследовать будем в обязательном порядке, ну а дальше уже комиссия будет оценивать, насколько он связан с работой человека. Далее, рабочее место, допустим, если это произошло на территории работодателя, независимо от того, во сколько это произошло, мы тоже будем это расследовать, потому что тут тоже есть причинно-следственная связь. Ну и третье обстоятельство – это действия в интересах работодателя. Если работник действует по поручению работодателя, ну, допустим, он просит, начальник работника говорит о том, что вот у нас тут марки кончились, а нам письмо надо отправить. Ты когда на работу пойдешь, ты зайди, пожалуйста, на почту, купи нам марк или еще что-то. И это ситуация уже, когда он действует в интересах работодателя? Да, соответственно. Он действует по поручению работодателя, независимо до начала рабочего времени, после начала рабочего времени. Вот более 20 лет назад у нас был такой документ, как ГЗОД. Кодекс законов о труде он называемый. И там у нас была привязка ко времени. Час до работы, час после работы считалось служебным временем. То есть опять все, что с вами происходит в течение этого часа, мы автоматически с вами расследовали. Теперь у нас привязки к этому часу нету, мы вообще про времени теперь с вами не говорим. Теперь у нас условия, вот те, что я перечислил, это время, это место, это обстоятельства. Ну и еще следует отдельно упомянуть, пожалуй, что это транспорт. То есть если работник передвигается к рабочему месту или с рабочего места домой на транспорте работодателя, служебном транспорте, который предоставил работодатель, то мы тоже будем расследовать этот инцидент, который у нас происходит. Возможно, как несчастный случай. Но опять-таки все будет зависеть от того, какие обстоятельства выяснятся. Вот по нашему опыту, по нашей практике бывают ситуации, которые на первый взгляд кажутся, что они совсем никак с производством не связаны, а потом выясняется в процессе расследования, что была причинно-следственная связь. А бывает наоборот. Ну, у нас некоторое время назад в одном учреждении был случай, когда человек до начала рабочего времени он идет, падает как раз во время скользкого поверхности, на скользкой поверхности гололед был как раз на улице, ломает себе копчик. То есть травма-то довольно тяжелая. Да, опять-таки это было не на территории работодателя, не в рабочее время, не на рабочем месте все это происходило. Но при этом работник, он шел в медицинскую организацию сдавать медицинские анализы, а это проходило как раз в рамках медицинского осмотра. То есть, опять-таки, работодатель поручил работнику с утра направиться в эту медицинскую организацию, пройти эти самые анализы в рамках этого самого медицинского осмотра. Ну, а тут мы с вами можем проследить причинно-следственную связь. Почему работник оказался в это время в этом месте? Опять по поручению работодателя. И опять-таки он действовал. Можем так посчитать, опять-таки это все будет решать комиссия, конечно, но в том числе можем посчитать, что он действовал в интересах работодателя, по его поручению во всяком случае. И в таком случае, хотя у нас и не место, и не время у нас тут не работает, но и комиссия тоже связала это, как несчастный случай, и на производстве. Ну, потому что в интересах работодателя он действовал, и, соответственно, получил травму действия в интересах работодателя, да, юридически. Надо отметить, что строгого алгоритма, который, говорю, бы это точно несчастный случай, который подлежит расследованию, а это точно не подлежит, у нас такого не существует. От очень многих обстоятельств это зависит. Интересно и неожиданно. Вот мы начали говорить о том, что работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодежды. Вот какие средства индивидуальной защиты и какая спецодежда? И, например, ну вот как-то мы с вами разговаривали о том, что есть даже не только одежда, но и какие-то специальные средства для защиты от холода. Их много, надо сказать, этому вопросу можно посвятить общецевую передачу, если мы начнем перечислять конкретно, какие средства индивидуальной защиты в том числе и зимой следует использовать. Ну, во-первых, нам нужно понять, какие у нас вредные факторы будут оказывать свое влияние на работника, то есть чем он у нас заниматься будет. С 1 сентября у нас вступил в силу новый порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, и теперь мы как раз привязываем больше не к профессии, или чем, собственно говоря, которая у нас работает, а тем риском, который есть на рабочем месте. Опять-таки, есть у нас, мы работаем на улице, значит, у нас есть риск работы в пониженных температурах. Значит, нам нужна спецодежда, уже себе галочку ставим, защищающая от температуры. Если наш работник еще и поднимается на высоту, значит, помимо того, что спецодежда должна быть теплой, у нас должны быть какие-то предусмотренные механизмы от падения с высоты. Отдельная совершенно такая история. Да, они могут быть совершенно отдельные, то есть взаимодополняемые. А есть компилирующие такие, то есть они как раз и от температуры, и от защиты от падения с высоты, то тоже такие системы у нас есть. Если у него есть риск хождения по скользкой поверхности, значит, обувь должна быть специализированная. Если же он, допустим, будет у нас, ну, сварщик, допустим, у коммунальных систем, это актуально, зимой тоже сварщики, они тоже варят, значит, у нас спецодежда должна защищать еще от прожигания, от искр, которые у нас разлетаются. Если речь у нас идет, допустим, о тех же самых сантехниках, которые в колодце улазят, значит, у них должны быть, помимо всего, еще и респираторы, которых они защищают от газов и биологических каких-то факторов. То есть спецодежда здесь довольно большое количество может... Если ветер, то очки, соответственно, от ветра. Да, да, совершенно верно. Даже те же самые перчатки, если тем перчаток мы с вами затронем, казалось бы, что проще. Когда мы зайдем в специализированный магазин по спецодежде, который у нас реализует, то менеджер в обязательном порядке начнет вас расспрашивать, а что у вас есть. Есть перчатки просто теплые, есть морозостойкие, то есть, опять-таки, хватательные функции, что они имеют эластичность, но на морозе они затвердевают. Это тоже важные факторы. Работа с кислотами, работа еще и со щелочами. И множество различных факторов тоже здесь необходимо учитывать. Очень важно, чтобы наши дорогие работодатели понимали, что дешевле – это не всегда хорошо, и дорого – это тоже не всегда хорошо. У нас бывают ситуации, когда работодатель накупит дорогой спецодежды, казалось бы, защищающий от всего. Но когда работник наденет все это на себя, он двигаться банально не может, а ему при этом необходима подвижность. Чаще всего мы можем наблюдать это, когда смотрим на людей, работающих на крышах. Они должны быть и тепло одеты, они должны быть защищены от падения с высоты, но при этом они должны еще как-то двигаться, потому что если у них будет нарушена, соответственно, координация, проблемы с передвижением, риск падения их с высоты увеличивается многократно. Вот, кстати, если говорить о работе на высоте, а как правильно организовать зимой работу на высоте? Потому что это же очень сложный, на самом деле. У нас есть два документа, которые нам говорят об этом. Это правило работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Там специальная глава посвящена как раз этой теме, как именно необходимо очистить у кровли от снега и нары. Да, на высоте именно очистка кровли, да. То есть это не на лестницу залез, там же тоже считается работа на высоте носока. Совершенно верно, да. И есть у нас специальные правила по работе на высоте, которые у нас тоже регументируют, как нам необходимо работать в принципе, находясь на высоте. В обязательном порядке работодатель, прежде чем он нас будет отправлять людей в принципе на высоту, а мы должны понимать, что работа на высоте – это работа с повышенной опасностью, там можно упасть, и последствия будут самые фатальные. Мы периодически, ну слава богу, за последние несколько лет у нас, по пару лет у нас не было несчастных случаев с тяжелыми последствиями, ну а так, в принципе, за последние 10 лет такие случаи были, и их довольно большое количество. И работодателю следует помнить о том, что, во-первых, на эти работы можно направлять не любого человека, то есть это должен быть обязательно в порядке человек старше 18 лет, а мы каждый год практически совместно с правоохранительными органами, с прокуратурой занимаемся тем, что с крыши снимаем несовершеннолетних граждан. Ну, ТСЖ, ЖСК, нанимают ребят, казалось бы, большие ребята, наверное, они взрослые, при этом не в паспорт не заглянут им, да и в принципе иногда смотрят на них. А 18 лет ему нет? 18 лет ему нет. К работам с повышенной опасностью и с работами вредных условиях труда категорически запрещается привлекать лиц несовершеннолетних. Поэтому мы сразу отметаем этих товарищей. В обязательном порядке эти люди должны быть обучены. Обучены по охране труда, обучены по работам на высоте. В обязательном порядке они должны пройти медицинский осмотр. Тоже наши городские спасатели неоднократно выезжали у нас за годы, которые они, собственно говоря, занимаются своей хорошей деятельностью. Уже неоднократно выезжали они на те случаи, когда человек залезает на крышу с намерением почистить от снега. Там у него кружится голова, там у него случается эпилептический приступ, там у него случается сердечный приступ. Даже так? Ну, бывают такие случаи. Снизу ты кажешь, что крыша находится невысоко. А когда ты даже с той же самой крыши пятиэтажного дома смотришь, а это получается у нас уровень шестого этажа, ну, люди некоторые боятся, некоторые проблемы с сердцем образуются. Так вот, соответственно, наши дорогие доблестные спасатели снимают периодически этих товарищей с крыши. Поэтому мы тоже должны понимать, что кого попало на крышу, мы отправлять ни в коем случае не имеем права. Эти люди должны быть в полном объеме обеспечены спецодеждой. В обязательном порядке им необходимо разъяснить, куда они должны закрепиться будут. Потому что, опять, те же самые крепления к дымоходным трубам, они у нас категорически запрещены. Крепления к антеннам, к козырькам различным, к каким-то иным, так сказать, конструкциям, которые не испытаны на нагрузку, то есть на вес человека, мы крепиться к ним, в принципе, не имеем права. Я даже больше скажу, что подавляющее большинство крыш в домах, они, в принципе, не оборудованы, в принципе, там проводить подобные работы категорически запрещается. А как же тогда это будет? То, что некуда просто банально крепиться. Для этого существуют специальные устройства, линии канатного доступа в том числе, но их, на самом деле, довольно большое количество. Опять-таки, собственникам таких домов, в том числе и ТСЖ, и ЖСК, нужно в обязательном порядке продумать со специалистами, куда именно у них люди будут закрепляться. Потому что на любых видеохостингах очень много видеороликов, когда люди, которые имеют якобы страховку, они падают с крыши, и за ними вслед им летит телевизионные антенны, части дымоходных труб, иные какие-то конструкции, которые, в принципе, удержать их не могут от этой самой опасности. Ну и, конечно, не нужно забывать о том, что площадь под местом, куда мы будем скидывать снег, и должна быть в обязательном порядке огорожена. Бригада, которая производит очистку крови от снега и наледи, должна стоять минимум из трех человек, то есть два человека минимум должно быть наверху, третий человек должен находиться внизу и страховать тех, кто находится сверху. Если, не дай бог, с ними что-то случится, кому-то станет плохо, кто-то должен подать, соответственно, сигнал о помощи. Если кто-то из посторонних людей захочет зайти в потенциальную опасную зону, ну, где снег скидывать, куда будут, тоже он должен, соответственно, будет его остановить. Ну и, кроме того, место, опасное место должно быть в обязательном порядке огорожено специальной сигнальной лентой. Ну, это хотя бы минимум сигнальная лента. Ну и, конечно, инструменты, которым работают у нас люди наверху, они тоже должны иметь крепление. То есть не только люди должны быть закреплены, но и инструменты. То, что уже неоднократно у нас случались случаи, когда люди, которые чистят крышу, просто-напросто из рук у них выпадает лопата, ну и дальше она пошла в свободный полет. А куда она приземлится? Хорошо, если в сугроб куда-нибудь. Она может приземлиться на машину или еще того хуже на человека и нанести ему иногда травмы, даже несовместимые жизни. К сожалению, время программы подошло к концу. Дмитрий Владимирович, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Вообще тема, на самом деле, безопасных работ зимой очень большая. Уверен, мы еще об этом поговорим, потому что, собственно говоря, зима только начинается. И я думаю, что поводов на самом деле будет много. Но я надеюсь, что работодатели будут осторожны, потому что, как известно, каплю предосторожности стоит рек лекарств. Мы тоже на это надеемся. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания.